Беларусь Беларусь это моя страна, она дружелюбная, она во всем нам помогает. Мне она нравится, потому что в ней много красивых мест, там где я побывала. Некоторые люди бывают такими хорошими, что можно у них спросить, если тебе что-то непонятно. Мне нравится моя страна санаториями, я отдыхала в санатории-сидельнике. Там было очень красиво, был клуб, был бассейн, был корпус, которым можно было лечиться. Например, мы ходили на ЛФК, это лечебная физкультура. Мы там растягивались, лежали на ковриках и делали упражнения. Еще была ингаляция, это там, где дышишь или минералкой, или чаем лимонным. Но больше всего мне понравилось, как там происходили дискотеки. У нас был диджей Анна. Мы заказывали песни, писали на листочках. Мы, когда протанцевали дискотеку, ложились спать, разговаривали с девочками между собой, делились какими-то секретами. Но больше мне понравилось, когда я была в этом санатории, мы поехали в музей. Музеи были, как наши те предки, какие были одежды, какие были шапки. Там были звери, показывали и зубра, и волка, и зайцев. Показывали Брестскую крепость. Мы ездили в Брест. Там было очень красиво, когда дети приезжали и говорили, что они довольны. Мы еще поедем в Минск на главную елку Беларуси. Я думаю, что мне там очень понравится. Музыка У нас в школе будет конкурс «Вездопад». Туда принимают участие талантливые дети. Можно раскрыть свой талант. Можно показать песню, станцевать танец, рассказать стих. Или можно устроить театр. Для меня важное событие, что я хочу получить первое место. А второе событие, что я должна хорошо учиться. Моя мама хочет, чтобы я попала на доску подсчета. Для этого я стараюсь. У меня в дневнике одни десятки и девятки, и несколько восьмерок. Поэтому я хорошо учусь и добиваюсь первого места. В школе моей мы учим французский язык. У нас учительница, дедистская Светлана Владиславовна. Она учительница добрая. Она нам рассказывает, делает, чтобы было все понятно. И когда я вырос, я хочу попасть в Париж и посмотреть на него своими глазами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова